С череды награждений 13 декабря началось оперативное совещание в администрации. Ини Рязанцевой, председателю одного из УИК округа в 2020 году, за хорошую работу вручили благодарственное письмо. По словам первого заместителя главы Олега Плынова, Инна Владимировна в голосовании за поправки Конституции обеспечила высокий уровень голосования. Явка составила более 70%. В этом году Раменский архив занял первое место в конкурсе «Лучший муниципальный архив Московской области» в номинации «Информирование населения Московской области об основных событиях в архивной отрасли». Коллектив получил благодарность от губернатора. Почетную грамоту вручили Елене Борисовне Губаревой, начальнику архивного управления. Это награда ваша и вашего коллектива. Благодарю вас за труд. Никогда не подводили третье, я думаю, так же будете в Ростовске трудиться на два грамма с коколом. Спасибо полное за доверие и поддержку. Наградили еще двух сотрудниц архива – Елену Юрьевну Дмитриченко, главного специалиста отдела по работе с документами, и главного эксперта отдела Марию Александровну Глинскую, главного эксперта отдела архивного управления. Далее на совещание перешли к основным темам недели. Это количество выпавшего снега и его своевременная уборка. Обстановка сложная, сразу скажу. Я проезжал Крымскую, проезжал Северное шоссе. Дворы не убираются, Владимир Славович. Автомобильные дороги, которые примыкают к дворам, не чистятся. Люди с лопатами пытаются откопать свои автомобили. Олег Плынов подчеркнул, вывоз снега оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Снег из города не вывозится. На Михалевич метровый сугроб лежал. То есть от магазина все счищает на проезжую часть. Проезжая часть собирает тоже весь этот снег. Получается бруска высотой один метр. В связи с этой ситуацией Олег Борисович поставил задачу перед директором ЦУРа. По территории провести с ЦУРом объезд населенных пунктов и подготовить материал к следующему понедельник. И потом, как нас убирает с территории подвенственных муниципальных казенных учреждений. Город, значит, тогда Владимир Славович за вами дороги. Виталий Ильич, управляющий компанией дворы, также обратите внимание. А в следующий понедельник, Сергей Сергеевич, вы нам тогда покажете материал, фото об уборке и выполнении моего поручения. Следующая тема – ковид. По словам заместителя главного врача Раменской областной больницы Дмитрия Зинатулина, на прошлой неделе наблюдался рост заболевших. Андрей Куликов, руководитель отдела Роспотребнадзора, сделал акцент на вакцинации. Только коллективная иммунопрофилактика поможет остановить количество заболевших. А на данный момент основная симптоматика у тех, кто болен коронавирусной инфекцией, схожа с признаками ОРВИ. Более люди, наибольшее количество зарегистрировано, это в группе от 40 до 50 лет. 34 процента. На прошлой неделе также это наибольшее было. Люди старше 60 лет. Стабильный составляет порядка 30 процентов. Переходя к работе и ресурсоснабжающих организаций, можно отметить следующее. Все они работают по штатному расписанию. Об этом доложили на завещании руководители предприятий. А с приближением Нового года ставятся и решаются соответствующие задачи в других учреждениях. Ждем распределения и квоту по нашим новогодним мероприятиям, которые уже традиционно проводятся для детей и малообеспеченных семей в Москве. В Крокус сети мы ждем распределения и в других московских театрах и концертных залах. С докладом о предстоящих мероприятиях на Новый год выступила Мариана Рогатина, председатель комитета по культуре и туризму. В связи с массовым пребыванием людей на мероприятиях будет проведен семинар по мерам безопасности. 14 декабря состоится семинар работников культуры на тему обеспечения общественного порядка противопожарной безопасности и о мерах по усилению антитеррористической защищенности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. На семинар приглашены сотрудники МВД России Ранинская, Ранинского ГПН и ФСБ. К итогам недели. К основным событиям можно отнести следующий. В гимназии номер два состоялось соревнование «Роботемка». Участие приняли более 120 детей в возрасте от 5 до 11 лет. 10 декабря состоялось открытие горки в поселке «Электроизолятор». Собралось много народа. Дети и даже взрослые, несмотря на морозную погоду, с удовольствием катались. Олег Плынов перед директорами территориальных управлений поставил задачу – подготовиться к организации зимнего досуга на улице. Мы заливаем катки, хоккейные коробочки, чистим горки, убираем их от веток и от прочего ненужного материала, который может мешать катанию. Прошу всех обратить на эту работу особое внимание, что к новогодним праздникам, к выходным большим мы подготовились, и все объекты, которые у нас имеются на территории, могли принять наших горожан и гостей. Елена Цыганова, Сергей Григорьев, Егор Кабанов для программы «Городские вести».